Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Мы рады в очередной раз встретиться с вами в рамках программы «Конституция. Мы». Как вы знаете, мы проводим эту программу уже начиная с 2016 года, и сегодня у нас уже 70-я по счёту передача, и мы посвятили его теме «Роль народных депутатов Республики в реализации конционных прав граждан и развитии регионального законодательства». Мы посвящаем нашу передачу 30-летию Государственного собрания «Илтумен», которые в ближайшее время будут официально отмечаться. В студии автор и ведущий программы Александр Ким Кимен, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессор юридического факультета Северо-Восточного федерального университета. Ну и сегодня у меня в гостях очень интересные собеседники, которых я знаю, более того, уважаю. Это Антонов Анатолий Степанович, который является народным депутатом Республики 1-го и 3-го СОЗОВа, и Фимов Васильевич, который является народным депутатом 2-го СОЗОВа Государственного собрания «Илтумен» и был руководителем аппарата Государственного собрания «Илтумен» в 3-м СОЗОВе, когда парламентом руководил Тимофеев Нергун Семенович. Ну давайте, во-первых, я хотел бы отметить, что у нас режиссеры Мария Сунхалырова и Иван Степцов, Айдын, которые нам помогают. Ну, первый вопрос, Антон Степанович, начнем с вас, поскольку вы народный депутат 1-го СОЗОВа, а это, конечно, начинать любое дело, это достаточно сложно. Хотелось бы узнать первооснову и начало деятельности нашего государственного собрания «Илтумен». Ну, в октябре 93-го года в Москве произошли известные события. Верховный Совет был низложен, Верховный Совет Российской Федерации. И, конечно, значит, и в регионах начались тоже изменения. Здесь наш Верховный Совет тоже сложил свои полномочия. Поэтому президент наш подготовил указ, где он утвердил положение о двухпалатном парламенте. И, конечно, начались, значит, выборы в этот парламент. И в итоге Верхняя Палата, как мы называем, Палата Республики у нас называлась, значит, в нем должны были избраться 35 человек. И Палата Республики, это как бы нижняя палата у нас... Палата представителей. Да, Палата представителей. Там должны были избраться 21 депутат в соответствии с определенной нарезкой, где соответствовало количество избирателей. Выборы прошли нормально все. Значит, и буквально с Нового года, в декабре уже выборы закончились, и уже с Нового года, 2003 года, начал работу, значит, парламент. Палата представителей, значит, Палата представителей, она работала на постоянной основе. То есть буквально каждый день, значит, все собирались. Была определенная комната для совещания огромная, ну, такая большая довольно комната, где все садились вокруг и буквально разбирали по косточкам каждый пунктик закона. Палата Республики у нас периодически собиралась через определенное какое-то время, и все законы, которые в виде проекта подготовлены были в этом самом, как и в Палате представителей, Палата Республики утверждала. Ну, и, конечно, главные законы Палата Республики, как ее рассматривала, это закон о бюджете особенный, и так далее, такие серьезные законы она обязательно рассматривала сама. И председателями Палаты Республики избран был Игорь Михайлович Лорионов, и Палата Республики руководил, значит, Палата представителей руководил Афанасий Петрович и Лорионов. Поэтому оба эти люди у нас были известны уже и по работе, значит, в аппарате президента и так далее, и были юристами, юристами как раз Свердловской школы, и они, конечно, взяли, как говорится, бразды в свои руки, и наш парламент начал работать. А было время очень сложное тогда, переход, рыночные отношения. Федеральная власть, в принципе, иногда как бы закрывала на нас глаза, и как будто мы сами варились в своем, этом самом, в своем, как его... Ну, в своем соку, да. В своем котле. И, конечно, по всем законам, по этим, конечно, работа была очень жаркой, споров было много, и в конце концов все же рабочая обстановка такая сложилась, потому что там было много юристов. Макар Макарович, там, Яковлев, и так далее. Ну, юристов было много, и, конечно, тогда я был самый молодой депутат палаты представителей, и, конечно, я все впитывал там, каждые слова их не учился, скажем так. Вот так, в принципе, и началась работа двухпалатного парламента. Ну, безусловно, вот роль первых спикеров, значит, палаты представителей, Афанасия Петровича Илларионова, да, палаты республики Егора Михайлович Илларионова достаточно высокая. Вот, и я помню, что в палате представителей был и Власов Александр Васильевич. Ну, и вот, какова была структура палаты представителей, какие комитеты, ну, играли ключевую роль, может быть, были более активными. Вы в каком комитете работали? Ну, конечно, там было, все депутаты были, как бы, по разным комитетам, были председатели комитетов, и мы совещали сами отдельно по комитетам, закон сначала рассматривался в комитетах. Ну, как бы, за каждый закон, исходя из направления, были ответственные комитеты. Вот они, в принципе, готовили вначале документ, и потом уже, как бы, прошедшие в первом чтении, скажем, в комитетах, эти законы уже потом рассматривала вся палата. И потом, после того, как вся палата рассмотрит, утверждалось постановлением, и это постановление уже потом для рассмотрения палаты республики выносилось, которые тоже имели, значит, свое отношение, как его, имели право внести свои поправки. Я лично был в комитете Чемчуева, Анатолия Фанасьевича. Этот комитет занимался, он так, аграрными проблемами, недропользованием, природопользованием и экологией. Так что очень комитет такого широкого профиля, потому что на 21 человек кучу комитетов не сделаешь, поэтому они комитеты были наши такие, ну, с большими полномочиями. Таким образом, например, комитет по финансам, налогам, промышленности и так далее, тоже в один комитет она вносилась. Ну, и было там, будем говорить, штук шесть, по-моему, комитетов, мне так кажется сейчас, ну, немного, потому что комитеты были широкого профиля, скажем так. Ну, действительно, вот вы избирались на альтернативной основе, конкуренция на выборах была очень высокая. По какому округу вы были избраны? Я был избран по... В городе Якутске было четыре округа. Вот и один округ назывался Центральный округ. Вот по Центральному округу я, в городе Якутске, я был избран. Я пришел в политику, скажем так, с общественности. То есть в то время, когда уже были времена такие, когда общественность начинала, как бы голос заимел, скажем так. Даже газеты у нас выпускались, скажем так, оппозиционные здесь. И вот мы уже тогда принимали очень активное участие, потому что, в принципе, главным нашим вопросом было то, что мы считали, что республика Сахая-Якутия как бы ограничена в правах. И поэтому по логике вещей мы должны были выступать за то, чтобы республики дали статус, как его, союзной республике, скажем. Ну, помните, у нас было 15 республик союзных и куча еще автономных. Вот мы считали, что время для перехода в союзную республику к нам уже подошел. И поэтому мы во всех своих... Вот народный фронт, назывался у нас движение, вот мы выступали в основном за то, чтобы республики... То есть вы вот эту активную общественно-политическую деятельность, будучи еще не депутатом парламента, уже начали. И в тот период работал Верховный Совет 12-го созыва, который возглавлял Михаил Ефимович Николаев. В последующем, когда он был избран президентом, уже Климент Егорович Иванов. Поэтому, конечно же, Верховный Совет 12-го созыва оставил такое большое наследие, для того, чтобы парламент мог, так сказать, уже продолжать те моменты в законодательном обеспечении функционирования республики. Ну и, конечно, с принятием новой конституции республики Российской Федерации ситуация неким образом изменилась. И вы, конечно же, начали творить законы уже новой России. Да, новой Российской Федеративной Государственности. Теперь я хочу попросить Вас, поскольку вы народный депутат 2-го созыва, чтобы вы могли отметить, как вы избирались в парламент республики, по какому округу, ну и какие основные задачи были выполнены 2-м созывом. Пожалуйста. Я участвовал в выборах по Сунтарскому избирательному округу и был избран населением Сунтарского района родного. И у нас первое заседание состоялось в конце декабря. И мы тогда избирали спикера. Представителем Палаты республики избрали Василия Васильевича Филиппова. И это во многом тогда определило линию Палаты. И вообще у нас было избрано очень много ярких людей. Например, бюджетным комитетом командовал Роберт Андреевич Бурнушов. Алмазная компания «Мирный» был очень мощно представлен. Штурович, Слав Антонович, Дюгарь, Владимир Петрович, Семен, Зельберг. Это были такие люди, которые знали экономику нашей республики, своей отрасли очень хорошо. Был генеральный директор Якутской энергии Юрий Николаевич Савинов. Засядько Александр Васильевич Нюринго представлял. Поэтому, если так взять, там... А, золотодобывающая промышленность тоже очень хорошо была представлена. Степанов Степан Спиридонович. Поэтому надо сказать, что все отрасли экономики и финансов, они были представлены очень-очень солидно в нашем созыве. И, конечно, вот таким количеством разных и достаточно серьезных людей управлять было, ну, наверняка, непросто. Ну, Василию Васильевичу это удалось. Он собрал очень сильных депутатов вокруг себя. Это Егор Михайлович Сларионов, это Иван Данилович Черов, ну, и многие другие. И работа действительно очень хорошо пошла с самого начала, можно сказать. Вот Анатолий Степанович говорит о том, что там палата представителей постоянно работала. Но при Филиппове мы, по-моему, не реже к ним, чем у них были заседания, и мы постоянно находились в парламенте. Потому что у нас постоянные были работы, постоянные заседания комитетов. И мы, работая на своих работах, все равно приходили в Белтумен, он стал для нас вообще родным домом. Комитеты возглавлялись тоже незаурядными людьми. Кстати, Айсен Сергеевич был у нас самым молодым депутатом, как ты в то время. И он счетную палату, счетную комиссию всегда возглавлял. Потому что мы все видели в нем этого очень порядочного, честного человека. Поэтому он во все наши счетные комиссии, как правило, возглавлял он. Вообще, у нас был реальный паритет между исполнительной и законодательной властью в то время. Действительно, мы друг с другом считались, могли поправить друг друга. И в конечном итоге, с высоты сегодняшнего возраста и времени, я могу сказать, что благодаря этому мы прошли очень сложный период разбития нашей республики. Значительно лучше, чем другие субъекты Российской Федерации. Хотя внешне казалось, что мы как-то противоречим друг другу, но это был нормальный спор двух ветвей власти, который, в конце концов, выводило на правильные решения. Это во многих ситуациях. Я бы даже это... Ну, например, вот, потому что Талакан, если взять, да, Талакан-Гейт мы называли тогда, вернее, журналисты назвали его. Если бы вот сейчас, я вот представляю, да, если бы сейчас тогда мы решение было продавило, вот, исполнительная власть, тогда ЮКОС бы получил контроль над Талаканом. И мы точно знаем, что он Талаканом бы не ограничивался, он бы замахнулся на все, потому что он практически с первых дней начал выкачивать у нас информацию и увозить с собой, да. И сегодня, потом, после того, как ЮКОС перестал существовать, кому бы достался этот Талакан, еще неизвестно, да. И вот то, что Сургут-Нефтега сегодня, вот, ну, я много работаю по силе Сибири, по Восточной Сибири, Тихий Океан, по нефтепроводу, таких масштабных, таких быстрых решений бы не было. И сегодня, я не знаю, добывали бы мы 17 миллионов тонн нефти в год или нет. Транспортировали ли по нефтепроводу в Восточный Сибирь, Тихий Океан 83 миллиона тонн нефти ежегодно. Я об этом глубоко сомневаюсь. Даже сомневаюсь в том, что нефтепровод и газопровод шли бы по нашей территории. Это тоже был большой-большой вопрос. Поэтому то наше решение было сегодня, я еще раз говорю, что это было правильное решение. И то, что Сургут-Нефтега, конечно, не сахар тоже, не такая вот пушистая компания. Но, тем не менее, сегодня он платит огромные налоги, больше, чем уже сегодня, чем от Роса платит. Поэтому, исходя из этого, можно говорить, что это правильное было нами решение. Еще про паритет хочу сказать. В принципе, мы уважительно друг к другу относились. Конечно, позиции могли быть разными. Например, сейчас идет очень отчет правительства перед населением. А как появилось, мало кто знает. Это было так. В 1998 году мы слушали правительство. Они отчитывались перед Елтумяным. И депутаты поставили неуд правительству. И потребовали отставки правительства у Михаила Ефимовича. Михаил Ефимович сказал, я не согласен с таким, с такой постановкой вопроса. А председатель правительства, да, вот такое незаурядное решение принял. Он сказал, я не буду отчитываться перед политизированным Елтумяным, а буду отчитываться перед правительством, перед населением напрямую. Я отправил своих министров по всем улусам и населегам. А население впервые увидит отчитывающего перед ним министра. Всем поставило пятерки. И очень быстро они вернулись и сказали, население наш счет оценило на пять. Вот очень хороший был ответ, да. Мы очень достойный ответ. Поэтому это я к чему говорю. Я говорю к тому, что у нас взаимоуважение было и все-таки конкуренция была. Мы хотели сделать, кто лучше сделать для населения вот то или другое действие. И в данном случае я считаю, что то, что сколько лет уже, 26 лет продолжается отчет, это говорит о том, что вот наш неуд привел к тому, вернее, то, что мы поставили, привел к тому, что правительство, вот сейчас молодые министры ездят и наглядно видят жизнь реальную и наставление с населения. Это очень хорошее продолжение, надо сказать. Спасибо, Василий Максимович. Ну, на самом деле, я согласен с вами, что второй созыв, он был легендарный, даже по тому факту, что и Штуров, Вячеслав Анатольевич Борисов, Егоров Анатольевич Николаев, Айсен Сергеевич, они все прошли школу второго созыва. Да, 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 Егоров Анатольевич. И, конечно, были очень легендарные личности. Но мы продолжим наш разговор после определенного перерыва, поскольку мы говорим сегодня о парламентской деятельности. Я думаю, наша дискуссия, безусловно, будет очень интересной и запоминающейся. Поэтому прервемся на рекламную паузу, и после этого мы продолжим наш разговор о деятельности парламента, о роли народных депутатов республики в защите концовных интересов. Спасибо. Уходим на перерыв. Оставайтесь с нами. Еще раз приветствую уважаемых телезрителей и радиослушателей. Сегодня нас слушают в отдаленных участках, в оленеводческих садах, на коневодческих базах. Это, конечно же, создает нам определенную ответственность. Сегодня наш разговор идет о реализации концовных прав граждан посредством деятельности народных депутатов. В студии у нас два народных депутата, которые работали в первом, втором, третьем созывах. И, конечно же, Анатолий Степанович, я хочу вас поблагодарить за такой обстоятельный рассказ о деятельности первого созыва Палаты представителей Василия Моисеевича Ефимова, заслуженного работника Народного хозяйства республики. Поблагодарить за то, что вы дали нам акцент о деятельности второго созыва, конкретно Палаты республики, во главе с Филиппом Василием Васильевичем. Но сейчас давайте мы перейдем к деятельности третьего созыва нашего парламента, который вначале руководил Николай Иванович Соломов. Ну и в последующем, значит, был избран Нюргун Семенович Тимофеев. И, конечно же, тот период был весьма интересным в развитии парламентаризма нашей республики. Ну и я хотел бы отметить, что в тот период парламент стал более открытым, была создана пресс-служба. После каждого пленарного заседания давался комментарий, в том числе комментарий самого председателя Государственного Собрания, что, конечно же, вызывало интерес. Ну и были такие формы работы, как выезды в различные районы с отчетом о парламентской деятельности, по тому, как обсуждались вопросы социально-экономического развития того или иного района. Но я вначале хотел бы попросить наших режиссеров показать нам комментарий Нюргун Семеновича Тимофеева, вот части о развитии Мигина-Канглазского ЛУСа, поскольку мы считаем, что именно по итогам этой поездки принимались конкретные постановления, давались конкретные поручения в адрес правительства республики. Пожалуйста. Этот вопрос уже обсуждается уже почти два года, хотя сама идея, конечно, была озвучена еще 20-30 года, прошлого века 20-го. Значит, после этого ряд еще таких вот, как бы, более-менее активных обсуждений было о целесообразности такого переноса, но последнее событие, ситуация, которая сейчас развивается в нас в Якутии, это строительство железной дороги и реальная возможность такого полноценного развития поселка Нижний Брестях, что представляет безусловный интерес не только для Мигина-Канглазского ЛУСа, но и в целом для Якутии. Значит, ближайшая перспектива решения этого вопроса, конечно, полностью сейчас зависит от, прежде всего, от самого муниципального образования Мигины-Канглазской и, конечно, от правительства республики. На мой взгляд, необходимо сейчас в ближайшее время принять постановление по развитию не только Нижнего Брестяха, как Центра муниципального образования, но и о перспективе развития поселка Селомая. Эти два вопроса, этими двумя вопросами надо заниматься одновременно, принять постановление, потом принять, возможно, специальную целевую программу по развитию Нижнего Брестяха, учесть это все в Мигине-Канглазского ЛУСа. Кстати, есть очень хороший протокол администрации президента и правительства, который подписал Айсен Сергеевич Николаев, где очень много проблем уже обозначено. Необходимо выпустить постановление правительства, где все расписать, расписать ответственных, дать поручения и, самое главное, обозначить план мероприятий. Это надо делать в ближайшее время. Мы со своей стороны Государственного Собрания дадим поручения всем профильным комитетам, чтобы они каждый по своему направлению занялись, инициировали принятие по Нижнему Бестяху и по Селу Майя соответствующих решений. А так, безусловно, необходимо принять и целевую программу. Ну вот, Нюркун Семенович Тимофеев, который безвременно ушел из жизни, мог бы еще много полезного сделать. Тем не менее, мы его запомним как одного из ярких руководителей нашей республики. Ну и в тот период парламент республики, и вот после того, как вы, Антоний Степанович, нам рассказали, первый СОЗОВ в двухпалатном режиме работали, во втором СОЗОВе тоже в двухпалатном режиме, а третий СОЗОВ, он уже стал однопалатным парламентом, то есть как работает нынешний седьмой СОЗОВ. Вот, Антоний Степанович, скажите, пожалуйста, вот что характерного было в работе Государственного Собрания Илтумен третьего СОЗОВа? Что вам больше всего запомнилось и в каком комитете вы работали? Ну, во-первых, я хочу тут напомнить, что Ниргун Семенович не просто мы стали там депутатами и совместно начали в третьем Илтумене работать, а мы с ним, ну, будем считать, зачинателем были алмазообработки в нашей республике, поэтому мы с ними близки к таких доверительных отношениях были. И вот я хочу вспомнить такой случай. Еще нас не выбрали, значит, депутатами третьего СОЗОВа, это было где-то в декабре, мы с ним встречались, и он мне показывает закон. Закон называется «Закон об Газпроме». Федеральный закон, не такой уж, как его, не такой уж большой, а так, в принципе, там много интересного было написано. То есть федеральная власть такой закон приняла. И он говорит, сейчас ситуация такая, что федеральная власть, в принципе, получила задание о том, чтобы Росимущество получило задание, чтобы вернуть государственную, федеральную собственность в собственность ПНО Якуталмаз. Это, значит, алросовские собственности, которые мы, в принципе, взяли себе, республика, и за счет этого получали мы арендные платежи. А арендные платежи, они равнялись где-то 10,5 миллиардам рублей. То есть это, в принципе, четверть была всех наших этих самых, как его, бюджетных поступлений. И было такое поручение дано именно Росимуществу. И оно было дано, в принципе, еще в 2001 году, да, или в 2002 году. Но мы избрались в 2002. И вот Нюргун Семенович знал откуда-то эту информацию, и говорит, мы у себя, чтобы защитить нашу алроса, значит, чтобы защитить наши доли свои, улусов, например, да, и этих, для этого мы должны обязательно принять такой закон, чтобы на законодательной, как бы, основе защищать интересы. Потому что там, что такое бюджетные поступления, что такое бюджетные социальные гарантии наши, вот то, что мы говорим, конституционные наши права, именно как мы должны защитить, именно на основе закона. И вот он тогда предложил сам лично, еще даже депутатом не был. И вот как только мы избрались, значит, он собрал, у нас, вот меня конкретно, и Василий Васильевич Филиппов был, по-моему, значит, и мы, в принципе, Василий Васильевич Филиппов, как председатель палаты, который проработал во втором, он с его мнением считался, как бы. И они, значит, в принципе, дали мне четкое поручение. Вот ты сейчас председатель комитета, вот совместно с бюджетным комитетом, в котором я и есть, там, ну, Нюргон Семенович был, да, давайте подготовим, как я, создаем комиссию, и сделаем эту самую, как я, подготовим проект закона. И этот проект закона быстро, значит, короче, комиссия быстро проработала, и в 2003 году закон был принят. И вот, значит, как раз федеральный орган Русимушества поняла, что на каком-то варианте, вот, не сможет нас переломить, юридически, в принципе, до этого наши люди, наши работники, вот, которые создавали Алроса, очень хорошо проработали. И в итоге они решили использовать так называемый административный ресурс. И началось буквально, значит, административное давление на наше руководство. И может кто-то помнит или нет, и в это время есть у нас Кирилль Николай Дмитриевич, работник нашего газкомитета, геологии, недором, там он большой, тоже человек очень активной жизненной позиции, который всегда, как и за интересы республики, всегда боролся и так далее. И он написал статью в газете, по-моему, 5 июля или 6 июля, в газете о том, что в этих условиях, когда в России, значит, ну, скажем, усилится, как его, вертикаль власти, когда, в принципе, и кнут, и пряник есть, да, значит, как его, федеральная, наша исполнительная власть, она непосредственно подчиняется им. И то есть она не сможет сама по себе защитить, значит, вот интересы республики именно в защите нашей собственности, Валроса. И поэтому прямо откровенным, открытым обращением, прямым текстом обратился к нам, что есть надежда только на вас, депутатов. И, в принципе, после этого, ну, наше руководство, в конце концов, нашли общий язык. Там была, в принципе, была конфликтная ситуация. Я не буду много говорить, но это называется просто протокол 8 ноября, называется. И после этого, значит, произошло определенное, как его, сложности были, но наше руководство, в конце концов, исполнительное и, как его, законодательная власть договорились и создали совместную комиссию по становлениям. И началась мощная работа именно по постановлению, значит, по разработке постановлений. Комиссию, между прочим, руководили, Александр Николаевич, вы руководили, правильно? Поэтому все знаете это. И вот эта комиссия мощно проработала, и, значит, постановление оппозиции или тюмен по данному вопросу, значит, мы выпустили. И, конечно, наши представители работали в этой комиссии, которые они подали в арбитражный суд. Арбитражным судям дело могло решиться в их пользу тоже. Но они почему-то, в конце концов, поняли, что мы все равно подадим же на кассационные какие-то вещи. И поэтому в мировом соглашении все дело кончилось. В мировом соглашении оно для нас было очень убедительно. Хорошо кончилось, потому что все выпадающие налоги, скажем, мы вернули через НДП, так называемые, налоги на добавленную стоимость. Значит, налог на добычу полезный ископаемый называется. Ну, здорово. Вот вы правильно, Антон Степанович, подметили, что когда парламент и исполнительная власть работают сообща, тогда действительно защита интересов республики, в данном случае она действительно достигла своих целей. И до сего дня компания «Алроса» является главной бюджетнообразующей компанией в нашей республике. Мы благодарны труду алмазников. Ну, и, конечно, благодарны депутатам третьего СОЗОВа за такой поступок, когда реально депутаты стояли на защите интересов граждан, проживающих в республике Саха-Якутия. Василий Моисеевич, ну, вы в тот момент руководили аппаратом, аппарат всегда стоит в основе, да, если так внутреннюю кухню парламента рассудить, многое делается в недрах парламента. Вот вы, как руководитель аппарата и человек, который каждодневно взаимодействовал с Нюргун Семеновичем Тимофеевым, что вы могли бы вспомнить? Ну, Нюргун Семенович к аппарату относился с большим уважением и считался, что мы готовим. Он очень внимательно нас воспринимал, и многие вещи, которые выходили из нормативных документов от парламента, согласовывался, ну, мы всегда ему помогали в этом деле. И вообще он многого внес тогда. Мы увеличили бюджет парламента почти два раза сразу. Увеличили, купили там нормальную арктехнику, мини-типографии, и поэтому вот производительность у нас повысилась очень значительно, несколько раз повысилась, и это все подчеркивали, да, это было, ну, так необходимо. Потом все-таки мы, наш аппарат встал практически здесь, в Центральном, Дальневосточном федеральном округе. К нам приезжали, с нами общались. Мы проводили семинары, вплоть до того, что к нам приезжали из Канады, там читали лекции, там учили, как готовить программы целевые. Ну, очень интересно у нас было. Мы тоже не сидели, мы, люди ездили по командировкам, по другим парламентам региональным, ездили в Государственную Думу, наши работники аппарата. Это Неверкун Семенович всегда это поощрял. Тем больше охват, тем лучше. А мы потом, Неверкун Семенович тоже предложил, давайте ездить надо по УЛУСам, по группам УЛУСам, группировать и ездить. Да, мы начали организовать, и получилось замечательно. Очень хорошо. И, ну, честно говорю, вот когда мы говорим, да, вот исполнительные законодатели, они должны как-то конкурировать. Это только на благо работает, да. Вот то, что сначала вроде бы как спорили, но в конечном итоге для республики самым лучшим образом получается результат. Вот мы тоже ездим, и потом сравниваешь всегда, да. Когда отчет правительства было, там несколько человек было в зале, а когда Неверкун с командой приезжает, полный зал. И очень интересно общаться с депутатами, со спикером молодым, таким ярким, очень умным, да. Вот, и народ вот собирался, в коридорах стояли. Поэтому мы это немножко коробило, исполнительное благо, но все равно вот так вот. В конечном итоге все это на пользу республики, для населения. Поэтому надо сказать, что в третьем ЦОЗОВе аппарат был очень достаточно влиятельным, и мне кажется, что организовал достаточно масштабные дела. Это во многом вот благодаря позиции Неверкуна Семеновича, потому что он очень хотел, чтобы аппарат был самым лучшим у нас. А самого Неверкуна Семеновича очень уважали вот спикеры, особенно дальневосточники. Все хотели с ним поздороваться, поговорить там в кулуарах. Это, ну, я рядом находясь всегда видел, да. Все хотели с ним общаться. Это факт. Ну, конечно, вот сегодня в рамках одной передачи как-то поместить все хорошее, здравое не получится. Но, тем не менее, конечно, вот роль Неверкуна Семеновича в развитии парламентаризма, как мы подчеркиваем, она значительная. Поскольку мы в тот момент провели еще и муниципальную реформу введения местного самоуправления, законы, которые определяют деятельность органов местного самоуправления, я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить вас, как народных депутатов, которые представляют интересы нашего населения в парламенте, за вашу работу, и поздравить вас с наступающим 30-летием, пожелать вам всяческих успехов. Ну, и самое главное, пожелать успехов нашему парламенту во главе с Алексеевичем Иремеевым и пожелать успехов нашему главе республики Айсен Сергеевичу Николаеву. Как говорится, мы сегодня переживаем новый момент в развитии такой республики.